Ребятушки, всем уже доброго дня! Сейчас уже... Сколько там? Пашти 3 часа дня? Мы сегодня не планировали снимать Пока вы тут разбираетесь Но я настоял и мы решились В ней выйти, проветриться на улочку Навернуть пару кругов Уговорил Леру не мыть голову Меня сейчас не снимают Я не снимаю, Лера, пока не снимаю Сам помою башку Потом пойдем продышимся, потому что у нас сегодня хорошая погода Вон, видите, светло Что еще хотел сказать? Планирую сегодня меня подкрасить У нас там еще осталось немного синей краски И мы так просто наверх нанесем Возможно, буду я более красавцем А может и нет Ну и вот такие вот планы на сегодня Кстати, позавчера У Яры Мишки было день рождения Вчера, вчера Как вчера? Вчера, вчера, получается Я уже думал, два дня прошло И мы вам, смотрите, что подарили День рождения, день рождения Это вот такая вот точила С ручкой Вот Он садится и в ней можно ехать А потом, когда подрастет Она снимается подставки И он, типа, знаете, как детки Бегают на таких штуках С ножками Вот эта такая Ну ты попадаешь в кадр Что виноват, что ты влазишь Вот Посмотрите, пожалуйста, сына Я покажу, как она выглядит вообще Типа вместе с Яры Мирчиком Яры Мирушка Так, вы не обращайте меня мое Носки закрывают провод просто один Я не закрываю, потому что иначе Яры Мир Это мой взгляд, это вытягивает провод А так вы ничего не волнуйтесь Там носок лежит Оп, заинтересовала Вот такая вот машина Вот Мы еще пока ее не опробовали Как бы вздели, именно на улице Вот Пробовали только по дому Ну, мне нравится Накручки Накручки, они там Музыкальные Музыкальные Вот так ты сопишь Так ты вот такой-то, такой-то, да И куда ты пытаешься заползти Яры Мир, а где кубики? Где кубик? Где кубик? Яры Мир, на камеру не хочешь показывать? Где кубик? Где кубик? Ищи кубик Он на камеру очень не двигает Сзади его не отвечает Вот кубик Папа помог тебе найти кубик А как делать цыпленок? Цып-цып-цып-цып-цып-цып Нет Цып-цып-цып-цып Как делать цыпленок? Где мой еда? Цып-цып-цып-цып Я пошла Мама пришла Папа Папа там разве? Папа Жалуешься на папу? Так, все, мои пошли на перекус Давайте я вам покажу Что у нас сейчас там кружок навернем. Мне, кстати, один маршрут нравится. Такой, помните, как мы говорили, европейский райончик, который и потом туда вдоль магазина в какой-то... Короче, покажем, мы всем пойдем, скорее всего, по этому маршруту. Мне он в последнее время очень нравится, но там есть одна неприятная для меня дорога. Там такая, знаете, шестиполосная такая переходная, фу, короче, гадость. Вот. Что-то я не снимал, язык заплетается. Да, кстати, забыло вам показать. Мне сегодня Ермешко ударил лерними наушниками по лицу. Тут такой тенек болючий. Просто... Все, принял я душ. Потихо смываю остатки краски своей. Сейчас будем собираться и гуляться. И, как обычно, мусор на заднем плане. Сейчас он снимает такую рапатку, которая кушает. Он говорит, вот так, вот так, вот так ты работаешь. Вот так, да, кушаешь. Лера позабирала все мои носки. Теперь мне нечего ходить. Я хожу уже в порванных, а у меня на ногах вот такие вот ногти. Ну, вы поняли. Здравствуйте. На улице, кстати, очень хорошо. Оп, небольшой такой есть ветерок. Солнышко приятненько светит. Хорошо. Пока хорошо. По крайней мере, во дворе, где тут у нас, в принципе, ветра сильного нету. Как будет дальше, пока не очень понятно. А вот вышли мы на улицу. Сейчас ждем Леру. Яромирчик с ним, в принципе, не спал он еще целый день. Вот, поэтому, скорее всего, сейчас будет дремать и ложиться отдыхать. Крох, а будешь отдыхать? Мы, кстати, с Лерой почему-то не нашли эту держатель для соски. Он пришлось использовать шнурок. В качестве игрушки и в качестве держалки. Ой, подать все шнурочек. На, держи, играйся. Иромишка. Помахает зрителя? Какой-то покатился. Иромир. Иромир. Ну, понятно. Привет-привет, скажи. Короче, Иромир не хочет, игнорирует. Вон. Он замирает и сидит. Мысли мы на улечку, как погода, на удивление, очень жарко оказалось. Ну, не то, что тепло. Очень тепло. Как вы, моя голова видите, выцветает, который потиху. Открывает, закрыв глаза. До этого вы не слышали. Лера сказала, ничего страшного, я вся грязная. И после этого не хочется, как трот. Чего? Открывает, закрыв глаза. Только реально, вот все закрыв глаза. Зажмешься прям. Обещаешь зажмуриться? Ох, боюсь. Септик не хочешь рот пушкать? Открой рот, закрой глаза. Ты реально не поймал? Я забыл про это совсем, главное. Это рада. Ну, каждый раз, когда я говорю, открой рот, закрой глаза, он все время знает прекрасно, что это такое. Я сегодня говорю, только несу мне ванчик в рот. А что, ты сейчас реально думал, ты специально просто окружаешь? Я забыл про это. Ты реально забыл про это? Угу. Я этого удалю специально. Серьезно, забыл? Да. Не шутишь? Гадость, фу. Собрел, что он сразу срабатывает, как только вот легкое касание появляется, не сразу, знаешь, именно ощущение, а вот просто, который подносишь ко рту, уже сразу понимаю, что это. Ладно, на камеру харкаться не буду. Давай, ты покажи, что получилось. Сейчас посмотрим. Я и отомщу. Я очень довольна. Ну, я же ничего не буду мстить. Это, знаешь, это такая, типа, каналы, дебильные, где бы я пара или семья, которые, типа, пранкуют друг друга вечно, типа, ну, что никогда не существует такого, понятное дело. Специально высаживание, я хотела взорвать. Там знамя какой-то бежит. Человек-пятёр. Ой, как ярко. На самом деле на улице реально жарко очень, да? На ногу почувствуется, что солнце печёт, но весь этот, ну, такой, воздух не жар. Мне вот жарковать даже уже устал, если честно. Ко-то мне никогда не выходили в такое время уже давно. Мне как-то хорошо дышится. Я, кстати, там... Линзы купить. Может, на меня входить? Я же одним глазом плохо вижу. У меня наскарчик с собой нет. Буду снять. Поэтому придётся тебе видеть одним глазом. Завтра там может... Потому что реально у меня прям вот наша пелена такая на глазу не было. Так, Яр Мерч пытается твой телефон или антисептик достать. Ты, стысты. Хитрюга. Кстати, я вам уже говорил, что я читаю текст Глуховского. Я вам не рассказывал, о чём могу тебе рассказать. В принципе, вкратце. Да? Ты поможешь? Я блин, в общем, текст. Вот, ладно, шучу. Суть в чём. В чём я в прошлом раз говорил, что там наш герой вышел из тюрьмы. Дома его никто не ждёт. Девушка его бросила. И дальше он отправляется в Москву. И, грубо говоря, по пьяни убивает человека. И забирает его телефон. И суть всего рассказа в том, что он начинает проживать жизнь этого человека в плане телефона. То есть, этому человеку пишут и родственники, и его девушка, и по работе. И он отвечает на эти сообщения, ну, чтобы как бы и сам не запалиться, ну, и сам ещё какой-то интерес его тоже подогревает. Вот как бы на этом и строится весь сюжет нашего рассказа. Грубо написано, так, жёстко, временами мерзко. Ну, да, типа, такое, скажем так, не женское чтиво. Пока прям оценку скажу, что мне нравится. Как бы читается хорошо. Ну, как бы глуховский всегда хорошо читается. Ну, в плане легко. Вот. Ну, думаю, будет интерес, когда вот как бы вся эта завязка пройдёт, и что будет дальше. Что будет делать, когда уже реально будет сложная ситуация. Пока он просто там, да, привет, пока, отнекивается от всего в телефоне. Только изучает, что будет дальше, пока ещё не ясно. Ну, и вот просто интересная концовка, думаю, вообще оценку всего рассказа только концовка и сделает. То есть, ну, самая большая идея интересная. Ну, это как глуховский пишет, хорошо. Да, глуховский пишет, хорошо, хотя к нему я не очень так отношусь, именно как к человеку. Вот. Ну, как-то этот взгляд нашелся. Раньше он мне казался, ну, хорошим человеком. Потом пара вы это брю и в нём как-то не симпатизирует, скажем так. Вот. Возможно, это может всё измениться. Ну, пишет, хорошо, тут ничего не скажешь. Вот, как так, читать или не читать, пока не знаю. Ну, идея хорошая и задумка. Что мы заметили с Лерой, возможно, это из-за того, что мы несколько дней сидим дома, не выходя. То, что сразу ударилось, типа, такой запах лета в нос, да? Вот, сразу, сразу, моментально. Не видно, что начинаю в нос говорить, значит, ударил. А у меня еще, возможно, у меня было как бы в все эти дни такое простудное состояние, нос был заложен постоянно, вот. И сейчас вроде как полегче стало, возможно, из-за этого тоже я сразу все почувствовал. Кстати, мы такой фон классный выбрали, дом какой-то непонятный. Но на улице пока хорошо. Кстати, в теньке хорошо. Смотри на меня. Кстати, вот это признак, что у меня уже длинные волосы, когда начинают так биться. Да, подойдите. Вот, потому что у меня волосы все вот такие вот. И потом они вот будут расти, но в основном будут такие закручиваться. Это признак, что уже, в принципе, длинные растут. Интересные ромешки пока не, ну, непонятно. Ну, не кудряются, смотри, на макушки такой завитки у него идут. Нет, на макушки это у всех же завиток. Но у него выше чуть-чуть надо было так подъезжать, но сейчас очень понятно, то ли это так, то ли ложится просто. Ну, будет хорошо, если у ромешки будут мои волосы, потому что у меня хорошие. Твои погустые, то и цвета мои. Потому что цвет беленький у него, белоснежный. У меня, ааа, солнце. Вот такой же и белоснежка на том, весь меня. Белоснежные волосы. Да? Да. Кстати, оказывается, есть ли некоторые люди, которые не знают, что у меня белые волосы. Да, я тоже в курсе. Я скинула. И многие тебе пишут, типа, ну, с белыми тебе не идёт. Нет. Я читал такой комментарий. Так вот, мне просто говорят, что как идёт, это окей. Девочка написала, о, ты здесь блондинка, типа. Я говорю, ну да, натуральный цвет. Она говорит, что, серьёзно, типа. Да, я белая. А, ты же даже не снимала никогда видео, когда была белая, точно. Я снимала видео про это, как отрастить волосы, я там скидывала фотки. Ну, понятно, ну, так это очень старая. Да, это одна из первых, да. Я вообще везде говорю, что мы белые волосы. Все это знают и что я крашусь. Я думала, что все знают. Ну, нет. Прикольно. У меня чёрные. Просто и ромешка у нас белоснежная, а мы такие два чёрных. Ну, не сейчас. Ну, это пока младенчик ещё. Кстати, и ромешки через месяц, ну, практически ровно, чуть меньше на один день, будет уже ровненько год. Вот, и ромешки. Скажи, мама, ты чё? Будет год, вера миру, вот. Ты представляешь, здесь пара годов. Мы, кстати, эту машинку, которая такая, издавая, хотели бы купить, подарить на год, но не выдержали и подарили мы сейчас. Не поддерживали просто. И хорошо, что было 11 месяцев, как раз мы повод нашли, чтобы мы подарили её. Он, кажется, ещё маленький, для неё немножечко. Ну, он, да, просто он не может оценить конкретно, что это прям такая машинка. Вот, но думаю, чуть позже она ему понравится и будет клева. И хорошо, что она просто разбирается эти ручки, и можно потом, как дети, гоняют, типа ножками так развивают. Он сейчас пытался одной ножкой что-то катиться назад. Он сейчас так просто отталкивался, чтобы вылезти. Да, он пытался вылезти с неё. Ну, сидит в ней хорошо, то есть ему нравится и кнопочки нажимать. Но оценить он прямо её так не может. Просто большая какая-то штука. Тут снимаешь? Да. Значит, пойдём попробуем стрясти яромёрчик у жука майского. Яромир, что папа делает? Ой. Не получилось трясти, но будем пытаться. Кстати, когда просто не на компьютер, а просто первый раз мы подошли к Лере, я взял какую-то маленькую веточку, говорю, сейчас трясу моя жука. Просто раз трясанул, и он сразу упал. Да. Я был домой, что он с первого раза упал, а сейчас уже, типа, два раза пытаемся и не получается. Но мы покажем яромирчику майского жука. Она сейчас только из дерева в бреде удобной ветки висят, а то здесь как-то отвратительно и неудобно. Котик, смотри, кот. Смотри, котик. Вон там, смотри. Котик. Котик. Не надо, ты не трогай, ты аллергия. Я знаю. Котик. Так, не трогай ты кота, у тебя аллергия. Котик. Я думаю, что он чистый домашний, но... Да, он домашний. Котик. Он же все время сидит гуляет. Мяу, мяу, котик, где вы? Мяу, мяу. Смотри, котик. Котик. Пошел я, кто поснимает тебя. Котик. Я же вам дома не смог объяснить, как мы с ним пойдем, по какому маршруту. Это очень важная и ценная информация, поэтому я сейчас ее передам, чтобы без нее никуда. Короче, мы решили пойти по этому типа европейскому райончику, но мы вам его неоднократно показывали. Потом так магазин, где поле, где я снимал книжное видео, и там уже просто, где мы никогда с вами не ходили, вдоль яблочного парка. Ой, да, осада. Вот там пойдем, мне что-то в последнее время нравится там ходить, но там есть одна дорога отвратительная, которая такая широкая, там длинный переход. Вот там мне не нравится. Ее мы все это показывали. Что мы тут все по районам последнее время и крутимся. Вот никуда не ходим. На речку вообще уже не хочется, что-то в последнее время тебе. В основном там толпа такая. Там очень много народу, сидишь по двору, ходишь по этому. Люди немного. Здесь недавно был момент, я подавился водой прямо перед людьми. И хер как будто заразный, помнишь? Да. Хотел пойти мусор выкинуть, и параллельно пил водичку, и подавился очень сильно. Напугал всех. Напугал, наверное, да, всех, кто там были. Ты довольна, что вышла на улицу или нет? Нет, ну хорошо, конечно. Просто вот когда только вышло, такое чувство, что вообще ты в другом мире, в каком-то, сейчас уже нормально. Ну я уже обоговорили. Еще, говорю, поощущим такое, что сейчас тихий час, типа в мире, все на сон ушли. Реально, то солнце сонное какое-то. Потихоньку на закат будет скоро идти. Ну и нормально. Ну и жарко, и в то же время и хорошо. Нет, хорошо сегодня на улице. Все как-то совсем по-летнему, а только не ночью, я только что в шмотках сиди-таки ходишь. Потому что солнце опять жаркое, а погода еще не жаркая. Да. Это странно, тут же осенние листики ходишь. Хм, осенние. Желтые. Ладушки. Ладушки. Я заметил какие-то совпадения, как только начинаю ее снимать. Первое. У Яра Мерчика красное лицо. Сюда. Потом расскажу. Лера занимается какой-то ерундой, поэтому я вам это расскажу. Во-первых, у Яра Мера красное лицо, как только начинаю ее снимать. Во-вторых, у нас гора посуды стоит на кухне, когда я начинаю снимать. Когда чистота, я никогда не снимаю. Не снимаю. И что-то еще я хотел тебе сказать. А, и когда на камеру снимать начинаю, Яра Мерчик не хочет выполнять обычные действия. Типа там, как ежик делает, как ладушки и так далее. Он начинает там просто зависать. Ни черта не видно, что ты пишешь. Кирамир, ты гуляешь? Нет. Да. Ты зверь? Ира Мерчика, а покажи, пожалуйста, как машинка делает. Вот так. А ежик как делает? Вот, молодец. А как коник делает? Как коник делает? Как коник делает? Так, коник. Вот так. А как цыпленок делает? Как цыпленок делает? Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Раздумываешь? Что-то мы с Лерой шли-шли-шли-шли-шли. И решили все-таки зайти взять кофее, потому что без кофе там как-то тяжело гуляется. Уже все наркомания в сотой степени. Поэтому еще по-быстреньку забегутся в другой центр, и там на крайне маленькая-маленькая кофейня заскочу. Будем надеяться, что там людей нету. Возьму себе холодную кофею. Да. Плохо поступаем. Короче, вот там поле, и где-то, вон, видите, те столбы, эти не фонарные, ну, электростолбы. Там где-то за ними я как-то снимал книжный влог, если бы, о, не влог, а книжные. Мои любимые книги, короче. Очень далеко. Путь туда, конечно, был сложноватый. Лучше бы я когда снимал, туда шел, снимал, но, к сожалению, у меня нету только памяти на телефоне. Влог бы получился клевый, потому что там такой маршрут, если я проделал, прям ужас. Взял я у нас с Лерой айс латте, хочется холодненького. Такого тупанул, не взял никакого сиропа, просто взял. Ну, я сейчас уже плюжу не хочется, нормально. Просто взял кофе с молоком, ну, или со льдом, понятное дело. Я просто забыл, что, ну, как бы, берем в других кофейнях, там в основном какие-то сиропы добавляют, они самостоятельно, ну, или спрашивают. А то, что ты как-то заказал и забыл про это. А, вот, все. На удивление, в торговом центре было отлично много людей. Ну, в масках большинство, да, или нет? Ну, в масках ходят, но и без масок хватает. Ну, блин, я тоже молодец без маски был, ну, блин. Так ты что, был не в торговом магазине? Ну, да, я в кофейню заскочил. Никого нет. Ну, все равно. Ну, так нельзя делать, мы так не делаем. Не-не-не, мы это просто, сейчас мы не собирались вообще заходить. Да, понятно, что без этого просто уже никуда. Ладно, пойдем дальше сейчас гулять. К нам теперь вон туда, к тем домам, и вдоль тех домов пойдем уже, куда нам надо. Сейчас вам покажу самый мой ненавистный переход. Это вот этот вот. Посмотрите, что здесь творится. Просто отвратительно, это ужасный. Мне вообще не нравится. Мне вот он абсолютно, мне это такое приятное. Он стоит. Мне вообще-таки вот районы... Мне вообще эти районы головы вообще не нравятся. Мне нравится, когда зелень, вот как там. А Лере не нравится. Мне не нравится, я люблю дороги. Что? Чашка здесь третий раз же просит. И это как его... Кофе на самом деле зимоват, на пепельницу похож. У меня более-менее нормально. Да нет, он вроде одинаковый. Мне кажется, он переживает. Нет, ну мне не нравится совсем, очень. Гадость, как будто вот горько пепел как будто пьешь. Такой, понимаете, как рапах пепла, вот так это уже по вкусу. У меня в комментариях писали, потому что кто-то писал один, что им нравится, как мы с тобой рассуждаем на какие-то темы и не хотим ли с тобой рассуждать на какие-то какие-либо новости обозрения, ну типа рассказывать и нашу точку зрения высказывать. На самом деле мы не из тех людей, кто сейчас за новостями следит. Мы вообще ничего не знаем, что в мире происходит. Мы если в инстаграме там или еще где-то наткнемся на что-то, прочитаем, обсудим, а бывает не обсудим и все, типа на этом наши новости и заканчиваются, чтобы конкретно прям садиться, например, утром там пролистывать какую-то там, не знаю, какие-то там форумы или еще что-то, где пишут на мои сны, типа никогда такими не занимаемся, вот. Что из последнего, раз это хотите, из последнего. Я же в многих странах снимаю уже карантин уже, ну ослабляю, скажем так, вот. И многие люди неправильно понимают это и начинают идти в клубы, начинают веселиться, встречаться и так далее. Да, то есть люди начинают как бы, ну понятное дело, жить полноценной жизнью, но вы же понимаете, что еще карантин просто ослабили, что вирус по-прежнему гуляет. Ну оно как бы все сходит, да, но это же нужно наоборот способствовать этому, они же не провоцируют вторую волну. Ты провоцируешь на каприз ребенка, потому что мешаешь ему. Ну шапку я по правилу просто сыну. Вот, это вот из последнего, что мы вообще знаем, все испортило строение ребенку. Вот поэтому как бы, если нам что-то интересное попадется, мы обязательно как бы расскажем, что мы в принципе делаем, но в основном мы таким не занимаемся. Ну не знаю, потому что возможно, потому что мы не следим, да, и как-то рассуждать, точку зрения, ну мы свою точку зрения не выскажем, но возможно многим не понравится, вот. А возможно и понравится. Просто пока что не видим смысла, что... И специально так разжать, но никогда не получится нормально. Ну да, именно, нам надо именно что-то хотеть. Вот я могу сказать, что нам не... Случайно, что начнется разговор. Непонятные люди, которые вот вышли, пошли там в клубы, как будто, знаешь, типа сорвали, все, сейчас мы покажем этому вирусу, но сейчас позаражаются опять, типа, ну или еще больше, но опять-то начнут разносить или там еще что-то. Кто-то же был здоровый, например, на карантине, кто вообще ничего не болел, а были те, кто болели, но никак, ну это не проявлялось у них, они как бы переболели, но они до сих пор могут быть еще разносчиками. Если у них, например, да, еще проходит. Вот, поэтому никто не знает, надо же переждать. Вот, а еще, кстати, такое фигня, я не знаю, правда-неправда, то, что в помощь всяким странам завезли эти тестеры, такие, знаете, которые на коронавирус, и многие, ну в Белоруссии так делают, что говорят, что это платно, и как продают эти тесты, а сами они приходили как помощь. Я узнал, что можно узнать, когда мы его пытаемся продать, и вы узнаете, типа, кто производитель, если это Китай, то это была, типа, помощь, то есть нам прислали их бесплатно для того, чтобы бесплатно все это раздавать, а если это Швеция... Мне кажется, это тоже могут быть сбросы. Вот, поэтому мы не любим какие-то новости, мы просто вот такое выберем, а если это Швеция, то, значит, сами компании закупали, швейцарские, типа, другие. Ну, или там шведские, я не помню. Мне кажется, как просто новость чистого тоже кто-то просто... Ну, это из-за того, что я видел. Вот, это все, что из-за того я видел, типа, хотите, верьте, вот как это обозревать, вот мы... Потому что мы, в основном, все, как бы, всю информацию мы, как бы, воспринимаем, как бы так нейтрально. То есть мы не берем чью-то сторону в основном в таких ситуациях, потому что не везде понятно, где правда, где неправда, и мы, скорее всего, никогда... Мы считаем того, что это вирус не существует. Тут как бы сложно... А, он существует? Я думаю, это чипы. Нет, просто же, типа, может быть, ну... Короче, не надо, потому что... Я сама не разбираюсь в теориях. Короче, просто те, кто не верит в вирус, подойдите к людям, у которых умерли близкие от этого вируса, и вот им это скажите. Вот, типа, ну... Это не от него умерли. Если что, я... Это жутка, мало ли. А, ты куда, я думал, что к чему ты говоришь? Типа, подойдите им, прямо скажите, это не вирус, это правительство. Вот прямо скажите это людям, которые погибли. Ну, я не знаю просто, как это назвать. Погибли. Нет, они погибли, они умерли, ну да. Ну, умерли, типа, ну, неважно. Суть как бы понимает, понятно. Вот. Как мы опять переключились на вирус? Потому что сейчас все новости одни и те же. Ну, сейчас в этом, да, все время. Тут больше что-то конкретного, типа, интересно обозревать. Просто берегите себя, носите масочки и перчаточки. Даже если вы в это не верите, все равно. На фиг, случайно? На фиг пожарный, да? С вас там ничего не будет, если вы лишний раз там руки помоете или лишний раз не сходите в магаз. Несколько раз уменьшилось количество кишечных заболеваний, потому что люди стали наконец-то мыть руки. У нас в Минске появились эти голуби-боинги. Я их никогда в жизни не видел. В боинге никто не понимает, что это же мое личное название, наше с папой. Короче, есть голуби такие большие, толстые, знаете, коричневые. Они, наоборот, серенькие, с белой шейкой, аккуратненькие. Короче, они не просто, не как обозранные, не как обычные голуби, а такие огромные. Вот так же и мы относимся к новостям, как Яромерчик. Он просто под нашу болтовню уснул, сидя. Ну, еще цел день не спал, устал очень сильно. Такой хорошенький, смотрите. Он лет какая засыпает, в принципе, сидя. Это раз такое было, один раз, второй. Ну, он такой еще, надо его положить надо. Уложили мы Яромерчика. Ну, вот как-то так мы обозреваем вам последние новости. Все равно, что это даже не новости, это какие-то вбросы, которые мы вот как-то так вот, не знаю, даже чтобы обозревать. Специально что-то обсуждать, это не очень прикольно, потому что мы, ну, будем чувствовать, что это надо. И мы, скорее всего, даже соскучимся с темой, опять начнем про какой-нибудь коронавирус или про чипы говорить, про какую-нибудь другую хрень. Просто лучше, чтобы тепла, беседа. Беседа? Давай, я придумала, Котик, я хочу тебе покрасить розовую. Прямо отбелить тебе еще? Не, не хочу. Малиновую. Я ей так, вон, зеленую, кстати, какой-то. А розовую будет классно. Сегодня мы побьем синие. Мы купили две краски, одна синяя, другая зеленая. Мы просто думали. Это же не одинаковая. Да, Лера. Ну, у нас стало еще синим, мы докрасим синим, а зеленую уже, ну, потом. Вот, потому что я уже, видите, начинаю зеленеть немножечко. Ну, клад очень красиво смотрится, прямо лучше. Ну, на камере так вообще не видно. Ну, и сзади еще стерся немного. Сколько я уже хожу с волосами, с черными? Не знаю. Четыре года, да? Да. Без понятия. Четыре с половиной года, и мне вообще вот цвет единственное, что я не хочу никуда больше менять в своей жизни, в свой цвет волос. Длину хочу, абсолютно сейчас, а цвет волос нет. Попила себе питьевую водичку, в такой красивой бутылке синей, с какими-то индийскими или вьетнамскими непонятными письменами. Ну, попробуем. Курдинскими, кажется, все-таки? Непонятно. А в Грузии что, шрифт такой, что ли, разовый? Я думал, в Грузии какой-то обычный. Нет, такой, такой. Ну, вот, короче. Кстати, во, видите, синяк. Это меня иромирс все набил. Это я уже сказал про синяк. Ну, попробуем. Она обычная, питьевая, просто красивая бутылка. В Грузии. В Грузии? Да. Да, блин. Это видно на камере? Напишите в комментариях. Я вижу. А тут, наверное, не очень видно, кстати. Что я понял, вечером относительно тяжело гуляется. Тебе нет? Нет, мне кажется, нормально. А мне вот тяжеловато. Так, я вас снимаю как-то против солнца. Поэтому она будет немножечко слепить. Ой, опять начал снимать. У меня солнце засветило. А мне нравятся и кадры. Ну, кадры, они когда все время светят. У меня и так, блин, YouTube я уже рассказывал, что... Если почитал, короче, YouTube, да, там для маленьких каналов просто дает, типа, кодеки, типа, другие. И поэтому качество... Потому что у нас картинка идеальная на обработке. Это потом она ухудшается, когда уже... А у меня хорошая карта? Да, там вроде не помню, отказать, какие тысячи от 30 или 3 тысячи, не помню. От 3, наверное. Вот. Потому что у меня бывает картинка очень зернит, и она очень утемняет... А YouTube очень сжимает, и она утемняется. Еще картинка такая серая становится. Ну, не серая, а... Блёклая. Блёклая, вот, да. И блеклая какая-то. Ну, все понимают, по-моему, в принципе. Ну, если вы хотите нас исправить, на белорусском будет так. Разбирайтесь дальше сам, как хотите. Вот. Сейчас нам насчет доказать, что на белорусском вообще по-другому звучит. Ну, это на французском. Так вот. Что хочу сказать? Ну... Крич, я не помню, что хотел сказать. Я разбился. Ну, суть в том, что, как бы, мы гуляем долго, вот, и вы не видите всю красоту, которая за нами, потому что камера делает плохой вид. Это тоже, кстати, на камере. Я потом, когда монтировал прошлое видео, думаю, как раз показал на хорошем... Ну, не на хорошем цвету, а где было хорошо видно. А потом посмотрел, когда уже было на Ютубе, что оно ужасно просто видно, когда как будто меня окунули в воду в голову. Да, да. Свет красивый. Очень, да. И, во-первых, камера немножко не передает цвет. Ну, такой, как он есть. Ну, хотя... Ну, так, минимально. Нет, не походу. С этого дерева тоже. Ну, сейчас не надо. Вот, да. Кстати, с этого дерева я стрес вот этой вот ветки, кстати. Стрес майского жука. Так раз, тряснул, он сразу упал. Вот. А потом два раза мы с Лерой пытались около других деревьев это делать, не получалось. Да, поэтому мы и гуляем. Вот, что я начинал. И Ромирчик сейчас дрыхнет уже. Вот с того момента уже сколько? Два с половиной часа прошло. Не с того момента. Начала прогулки. Ну, час, наверное. Вот, и мы пока гуляем, чтобы он выспался. Потому что целый день не спал. Вот, целый день бодерстол игрался там, кушал. Все, что в год сделал. Да, еда начала все. Да. Кушать любит. Вот, и любит требовать кушать. Ой, вообще. Да даже сегодня, смотри, он ел свою еду. Ты начал есть, он начал злиться, требовать. Да, мою еду, чтобы я ем там, да. Ты даже подвинутый кофе начал просто пить на кофе требовать. А потом, когда он витил коробку, это типа печенье. Типа он как, не-не-не. Да, он витил печенье говорит. Да, поэтому... И машинка, он, кстати, начал ма говорить. Ну, у него слова, которые ня, на, ма. Валюко получается, да. А если слово тяжелое, типа там, не знаю, не будем его придумывать. Ну, автомобиль, например, он не повторится. Ну, он просто скажет ма. Да, машинка, ма. Да, где есть звуки ма, мо, на. Да, он все просто повторяет повторно, типа. Ну, они немножечко отличаются звук. То есть ма, ма, он говорит по-другому, чем машинка. Да, он мячик по-другому, типа он начинает. Мячик по-другому, мяа. Да, он такой, типа, ну. Открытый звук, получается. То есть там уже... Печенье ня-ня, такой мячик. То есть он такой разный. Он тебе говорит, ня-ня-ня. Типа вот такой, типа. Ну, он как бы пытается такие звуки. Ну, уже мы отличаем, пока печенье, когда мяч. Слизи со стороны, наверное, нет, а мы понимаем. Да, его ня-ня-ня, да. То есть там... То есть начинается мя-ня, я понимаю, что где-то мяч увидел. Да, или где-то увидел мяч, или хочет мяч, да. Но сам где-то увидел одного. Вот. Поэтому... То есть реально, если я понимаю, все разговоры детей. Ну, маму уж понятно, папу понятно. Папа, он редко когда говорит. Обычно скажи папу, он говорит мама. Да, и смотрит на это. Ну, сможет мне, где папа, он знает, как сказать. Где папа, он сразу показывает. Ну, смотрит, да, где папа. Просто не может иногда повторяться, не так. Да. растет ну да мы гуляем вам эту красоту не передать к сожалению ну красиво я иду и смотрю у меня в принципе картинка очень красиво и насыщенно хотя можно посмотреть как там подкрутить цвета не не сильно ярко хоть не были вот такие вот сварива ну так они так они хотят в жизни хотя подкрутить до момента как они будут смотреться на улице так вы снимали так ты не снял даже он радуется снимал кота я люблю собаки нравится коты из них смотрят до птички нравится 1 раз с лерой кормили птицы с печеньем но я ромер не знаю что с ним птицами делать просмотровами такой скормили голда баннер к котов мучить что-то в этом роде очень странные дети не ожидал что лишь на матом рать края начну их снимать это самая маленькая девочка из них как обычно знают как сестра кажется мы тут те дети которые тут алкашку ту гоняли скорее всего этот нас проснулся там привет сина вставать будешь поднимаю же младенец хочу полежит осмотрен такой еще сонники скажи поскольку это во сколько он это лег спать можешь посмотреть по видосу когда мы снимали про эрис он поставил по времени снимаю попытка номер непонятно какая у тебя синяк на носу кирамию набил короче в этом дерево мы в прошлый раз сняли жука давай быстрее нету жуков сейчас дерево развалишь всем я короче немножко тут провел небольшие наблюдения понаблюдал за людьми понял что что-то последнее время не вижу людей с вейпами но с электросигаретами кто знает кто знает почему мы это не стали запрещены или еще что-то да притом я давно уже не видел раз зимы а ты я тоже вообще не обучалась внимания раньше мы участвовали раньше да много ходила сейчас вообще никого что блин у меня зуб болит там режется зуб вместе с Миромиром молочные выпадать начали помахаешь ручкой или нет скажешь привет-привет родители я ничего не знаю вы меня ничего не обучаете скажи никакого ребенка развития не обучает ничего не обучают родителей глазки сразу потупились такой вообще ничего не происходит ну что ребятня вот мы и дома как пришел как разделся так сразу какая-то усталость прям сильно очень навалило по планам сейчас придет лера с киромирчиком кушать потом лера хочет помыться а потом вы решили меня не решили надо подкрасить меня немножечко вот пока такие планы пока они кушают немножко балдею я отдыхаю человек белой колготки ну что ребят пойдемте готовить рабочее место и будем подкрашиваться потиху мои любимые по крайней мере таймлапсы мы сейчас устроим ну что ребятки мы немножко подкрасились поэтому сейчас секундочку волшебный хлопок и вы уже увидите когда я буду полностью смыты ну что ребята вот у меня подсохла голова вот такой вот цвет получился не так ни черта не видно ну короче как то вот так то все выглядит окрасились мы под такой вот краской но это зеленый ладно ребят будем заканчивать такой вот ложь выжал вышел синяя рука вот так вот